22 июля планета отмечает Всемирный день мозга. Каждый год Всемирная организация здравоохранения к этой дате публикует статьи о самых последних данных, которые удается получить ученым, изучающим самый неизученный орган живых организмов. Может ли ум на самом деле зайти за разум или заплыть жирком, и можно ли сладким чаем выкормить гения? Всего 2% изучено, говорят, но это неправда, всего 10% задействовано. Он в любом случае мощнее самого мощного компьютера в мире. Мозг человека – загадка, которую пока не смог разгадать ни один мозг, ни электронный, ни человеческий. Как и сколько он всего помнит? Число попыток понять не помнит уже никто. Вот пятилетний чебоксарец Лёва взял и запомнил всю карту мира. Как образовалась столица Австралии и как она называется? Канбера. Раньше спорили-спорили, кто хотел стать столицей – Мельбурн или Ситней. Они спорили-спорили и не дали им столицы, а построили новый город Канбера. Уникальные способности Лёвы скрыты в полутора килограммах серого вещества. Понять, как вообще этот орган работает, тем более, что это просто кусок жира, пытаются уже много столетий ученые всего мира. Ответа нет. Но ведь работает и помнит, хотя иногда забывает. С самого начала, как только человек родился, начинаем заниматься памятью, тренируем память, запоминаем, развиваем ее. В процессе общения человек заживет в обществе, взаимодействии, взаимоотношениях в семье, в социальных каких-то, в социальных структурах. Как мозг запоминает и обрабатывает информацию? Как вдруг выдает данные, с которыми встретился буквально мельком? Там уму непостижимо, но самые светлые умы все-таки знают, что делать для сохранения памяти. Чтение, вслух очень хорошо, да. Значит, игры всевозможные, математические какие-то, разгадывание кроссвордов, судоков. Сейчас актуально электронные всевозможные игры, да, на компьютерах. Оказалось, в вопросе здоровья мозга силен любой прохожий. У каждого ведь есть свой мозг. Я судоку, например, отгадываю каждый день. Читаю, в интернете все время что-то, какую-то информацию новую ищу. Рукоделием занимаюсь каждый день. Штишки учить, я не знаю, читать побольше. Глицин пьем, лекарство такое для улучшения памяти. А так читаем книги, читать стихи надо учить. 84 года. В нашей стране средний возраст тех, чьему мозгу нужна помощь врача. Есть заболевания, которые нельзя вылечить, и близкий человек все равно однажды не узнает родных. Не вспомнит своего имени, не сможет назвать адреса, где живет. Деменция, скажут доктора. Старческий маразм, скажут обыватели. Но даже потеряв ясность мысли, близкий человек останется близким, хоть и немного другим. Вадим Муравьев, Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Анна Центовская, Республика.